друзья всем привет с вами виктория сегодня готовлю сочные котлеты котлеты без яиц также хочу с вами поделиться секретами приготовления и секретным ингредиентом для приготовления вкусных и сочных котлет сначала подготовим белый хлеб у хлеба отрезаем корочки можно использовать любой хлеб вот у меня остался вчерашний багет и хлеб для сэндвичей заливаем молоко кстати домашние котлеты всегда заливают молоком они водой это вот например школьные котлеты и заливают водой а домашние обязательно заливайте молоком хлеб хорошо размяк отжимаем его от лишнего молока идеально пропорции хлеба к мясу должно быть 40 процентов в отжатом виде далее через мясорубку прокручиваю мясо мясо можно брать абсолютно любое но получается вкуснее если вы возьмете например свинину и говядину я буду прокручивать свинину говядину и немножко телятины у меня 600 грамм за мясом прокручу 150 грамм лука добавлю 2 зубчика чеснока и мы подбираемся к первому секрету сочность котлет это добавить в котлетки овощи у меня сегодня 150 грамм картофеля но вместо картофеля можно добавить немного кабачка либо морковки либо тыквы или даже одно яблоко овощи всегда придают сочность котлеткам добавляю размоченный в молоке и отжатый хлеб далее фарш добавляем одну чайную ложечку соли черный перец соль перец по вкусу и сушеный чеснок можно добавить любые другие специи по вкусу и мы подходим ко второму секрету для приготовления сочных котлет без яиц это тарам сметана сметану можно добавлять любой жирности на такое количество фарша где-то добавляем две столовые ложечки две-три столовые ложки сметанка всегда добавляет сочность котлеткам обязательно возьмите себе на заметку этот секретный ингредиент и теперь все хорошо тщательно перемешиваем сначала я перемешиваю ложкой и затем буду вымешивать руками смотрите мы с вами не добавляли жидкость и получился вот такой сочный насыщенный и пышный фарш овощи всегда добавляют сочность сметанка тоже замоченные и отжатый хлеб в молоке добавляют пышность котлеткам получается очень-очень вкусно саж нужно хорошо вымешать и отбить отбивать фарш нужно обязательно это нужно для того чтобы при обжаривании котлетка не разваливалась далее формируем наши котлеты делаем вот такого своего рода лодочку из рук и перекладываем котлетку из одной руки на другую вот таким образом так она у нас еще немного отобьется примет форму и затем вот так вот немного еще подравниваем руками каждая котлетка у меня где-то по 90 грамм можно придать другую форму и так поступаем со всем фаршем далее наливаем растительное масло и хорошо разогреваем сковороду выкладываем котлеты на сковородку сначала обжариваем котлеты на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки и когда котлеты у нас подрумянились с обеих сторон уменьшаем огонь накрываем крышкой и оставляем потомиться котлетки еще несколько минут обжаривая их таким способом они получаются очень сочные друзья готовые котлетки перекладываем на блюдо подаем с любым гарниром подойдет прекрасно гречка картофельное пюре салатики все на ваш вкус возьмите себе на заметку этот прекрасный рецепт котлет без яиц всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк или хотя бы смайлик или спасибо заходите на мой канал почаще чтобы не пропустить новые интересные рецепты всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория